Потомственный мушкетер, именно так можно назвать Андрея Васько, основного претендента на чемпионство в республиканской спартакеаде школьников. Любовь к фехтованию привел ему отец, который и привел сына в этот поистине рыцарский спорт. Сегодня Андрей, как и подобает настоящему джентльмену, готов с достоинством принять победу или поражение. Настроен на победу? Да. Как проходила вообще подготовка к соревнованиям? Проходило хорошо, все помогали, ну и сам тренировался, помогали ученики тоже. Да, все хорошо проходило. На торжественной церемонии открытия республиканской спартакеады школьников по фехтованию приветственные слова и добрые напутствия прозвучали от представителей Брестского облсполкома, заслуженных тренеров и других официальных лиц. В знак благодарности после каждого выступления участники аплодировали не с помощью рук, а с помощью своих изящных оружий. Кстати, по словам директора школы Игоря Аветисова, брестская команда и в этом году подает большие надежды. Изначально у нас традиция очень хорошая в Бресте, и поэтому мы надеемся в этом году выступить достойно. В прошлом году на спартакеаде мы заняли второе общекомандное место, в этом году будем бороться, естественно, за первое. Ну, там как получится этот спорт, выиграем, сделаем все, чтобы выиграть, все возможно. Всего в спортивном состязании примут участие около 200 воспитанников специализированных учебно-спортивных учреждений со всей страны. Судейства будут обеспечивать 25 компетентных арбитров. Примечательен тот факт, что одно из самых масштабных спортивных мероприятий изначально планировалось проводить в Витебске, однако в последний момент планы поменялись. Сегодня стартует у нас республиканская спартакеада школьников по фехтованию. Вся она проходит в этом году в городе Витебске, но так как в Витебске нет своей базы, нет оборудования, а у нас в Бресте лучшая база в стране, то дали право проведения, то есть поручили нам проводить в Бресте. У нас работает 21 тренер по фехтованию в детской спортивной школе. Это тоже количество больше, чем даже в Минске. Поэтому работа идет очень хорошо и здесь подготовка, как вы слышали на докладе, что мы очень много поставляем спортсменов в сборную республики. Юные участники республиканской спартакеады будут выяснять отношения на шпагах, рапирах и саблях в течение трех дней. Победителям и призерам в личном зачете будут вручены памятные медали и дипломы соответствующих степеней, а также призы. Та организация, которая победит в командном зачете, станет обладателем памятного кубка и диплома первой степени.